Друзья, всем привет! С вами снова я, Софья Скайя. Сегодня суббота, сегодня не четверг. И у нас в гостях замечательный актер театра и кино Андрей Носков. Андрей пока к нам не присоединился. Вкратце напомню о том, какие роли сыграл Андрей. Одна из самых главных ролей он сыграл в фильме «Кто в доме хозяин», как вы помните, сыграв роль Воронина. А также участвовал в таких картинах, как «Глянец» Андрея Кончаловского, «Замок Алексея Балавина», «Приключения солдата Ивана Ченкина» и так далее и тому подобное. На самом деле, очень радостная встреча. С Андреем я познакомилась 10 лет назад на картине «Клуб счастья». Это была комедия Игоря Каленова. Очень смешная комедия. На самом деле, прошло 10 лет. Невероятно, как быстро летит время. Очень интересно узнать, какие проекты прошли с того времени, в каких интересных картинах участвовал Андрей. Что у него нового. Я вижу, что он уже к нам присоединился. Давайте поприветствуем Андрея Носкова. Ура! Здравствуй, дорогой. Привет. Спасибо большое, что нашел время присоединиться к нашей программе «Актерс Ток». Где ты сейчас находишься? Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Вот прямо сейчас я нахожусь вообще в гостях у друзей. Так вышло, что я... Ну, в общем, долго рассказывать. Поэтому я тут уединился в одной из комнат, чтобы выйти на связь. Понятно. Находишься ты на родине в Санкт-Петербурге или где ты находишься? В Петербурге, в пригороде Петербурга. Здорово. Андрей, расскажи, на самом деле мне хочется спросить у тебя все. И про пандемию, и про начало твоей деятельности, и про роль в сериале, и то, как ты совмещал переезды из Москвы в Питер, и про твое участие в мюзиклах. Ну, давай по порядку для тех, кто, допустим, не изучал твою биографию. Расскажи, как началась твоя любовь к актерской профессии? С чего все началось? Ведь никто из твоей семьи не связан с этим. Более того, твой брат также находится, да, также является твоим коллегой. У вас даже есть свое сообщество. Расскажи о начале пути. С чего все началось? Ну, если совсем-совсем далеко от детства, в детство, хотя, наверное, это правильно, потому что вообще, ну, вот зрители часто спрашивают, а как, а вот что сделать, чтобы быть актером? И, ну, понятно, что у каждого это в разное время просыпается, эта тяга к, не знаю, я это называю лицедейство, да, все-таки я считаю себя больше актером театра, и вот это лицедейство, это прямое взаимодействие с публикой в любом жанре, да, комедии, трагедии, литературном каком-то, это, в общем, для меня кайф. Я прям чувствую этот диалог, и это здорово. В какой момент ты это понял? В каком возрасте? В какой момент? Кто-то, наверное, услышал, ты, наверное, что-то сказал, кто-то услышал, все засмеялись, и ты понял, да, это мое. Ну, я был, по моим ощущениям, это было где-то лет там шесть, значит, и как-то по весне, копаясь с бабушкой в огороде, а я родился в маленьком провинциальном городе, и практически все детство прожил в деревне, вот, я бабушке сказал, бабушка, я хочу, значит, стать актером, и как ты уже раньше сказал, в нашей семье не было артистов, поэтому бабушка, честно говоря, удивилась, пошла домой, взяла градусник и померила температуру. Все ли в порядке с ребенком. Ну, в общем, градусник, температура была нормальная, поэтому бабушка пошла к соседям и взяла градусник у них. Ну, в общем, короче говоря, вот это желание что-то делать на публику, оно как-то с детства у меня было, и потом я прошел разные этапы, всякие выступления в школе, на конкурсах, на каких-то городских праздниках, потом я сам какие-то в школе организовывал там мероприятия, так что все как-то было вот так. Не было у тебя такого, будучи ребенком, чтобы ты почувствовал, что все-таки это не мое, или там тебя обидели? Ведь часто бывает так, что у детей есть мечта, но что-то обрубает, и они не идут дальше, и потом так и не реализовываются в жизни. Где ты нашел в себе эту силу, это упорство, чтобы все-таки довести до конца свою идею? Знаешь, нет, когда вот в детстве и в юности у меня не было таких критических моментов и сомнений, и не было такого, что кто-то меня сильно говорил, что я бездарь. Я как-то очень сильно мечтал и шел к своей цели поступить в Театральный институт. Но сейчас другое немножко время, мне кажется, сейчас из-за того, что такая... Все время в журналах, в телевизоре только и делают, что обсуждают актеров. И это кажется какой-то такой прекрасной, легкой профессией. Ну, а ты сама знаешь, да, это большой труд, и часто 90% его находятся за кадром и так далее. И зритель, ну, он только видит какую-то такую прекрасную... Только очень хорошую игру можно назвать легкой, на самом деле, так же, как и балет. Что они там прыгают, скажи, да, из угла в угол. На самом деле это же действительно часы пахоты. Так и есть. Вот, поэтому сейчас, когда меня спрашивают, а вот мой ребенок, вот как он поступит, я говорю, что, ну, тут надо, ну, прям очень хотеть и понимать, что ты делаешь что-то такое, чего не делает никто другой. Потому что конкуренция, она всегда была, но сейчас она гораздо более ожесточенная, более такая капиталистическая, в хорошем и во всяких других смыслах слова. Поэтому иногда дети многие, а главное родители, которые считают, ой-мой-мой, мама моя Машенька такая, прям вся артистка. Конечно, часто вот этот вот, когда родители хотят больше, чем дети, это самый главный криминал там современный. Скажи, Андрей, я знаю, ты преподаешь, у тебя есть свои курсы онлайн и оффлайн. Называются они «Пять принципов Станиславского». Скажи, пожалуйста, да, скажи, вот мы затронули интересную тему того, что есть огромное желание у ребенка поступить, к примеру. А также бывает, что у родителей больше желания, чем у самого ребенка. Что делать в том случае, если ребенок прям знает, что он актер, но при этом физически он действительно, ну, не готов, он или кривляется, или называет какое-то, да, вот клоунаду и прыгание актерской деятельностью. Как ты считаешь, можно ли обучить неталантливого артиста благодаря технике, но с желанием? Или все-таки нужно иметь талант? Ну, понимаешь, такой хороший вопрос. Профессионалы? Все равно таких совсем, скажем так, уникумов, гениев, их можно перечитать по пальцам. Во многом в остальном есть в самом хорошем смысле профессионалы и ремесленники, да, в самом хорошем смысле. То есть люди, которые знают, что такое актерская профессия, действия, как работать с камерой и так далее, и так далее. Поэтому вот все-таки я уверен, что эту часть, эту сторону, ну, нужно, ей нужно обучаться. Ремеслу, профессиональным каким-то навыкам обучить можно. А дальше это все вопрос твоего внутреннего желания и, как ты сказала, таланта. Насколько я уже буду с ремеслом отличаться, да, потому что кому-то удается, кому-то нет. Хотя, конечно, есть исключения, что бывают, как бы, в основном, театре, когда очень талантливые люди, но вот ему не прорваться сквозь какую-то там... Но это все-таки единство. Зачастую, кстати, вот мое личное мнение зачастую связано с определенной гордостью знания того, что ты умеешь и пойду ли я себя как-то продавать, меня самого должны пригласить и так далее. Существует такая история у талантливых людей, они не умеют себя продавать. И, конечно же, чтобы стать успешным, немаловажно еще уметь коммуникацию наводить с людьми, которые решают. Расскажи про свое собственное поступление на своем личном примере для ребят, которые также поняли, что хотят. Как ты поступал и как ты выбрал вуз? Трудно ли тебе было? Ну, смотри, я хотел тогда, я родился в Советском Союзе, и тогда не было такого, как сейчас, сильного деления Москва, Питер и так далее, и так далее. Поэтому, но я хотел в Петербург, поэтому я ехал сюда целенаправленно. Но если говорить про какой-то пример, меня ведь не брали в театральный институт, была медицинская комиссия, у меня хроническое несмыкание связок. Это физиологическая болезнь. Ну, там, как бывает, не знаю, у кого хромота. Вот у меня хромота голосовых связок. Это вот такая сипота, если простым языком говорить. И очень, кстати, тебе идет. Спасибо. Но главная проблема сипоты, что если ты говоришь на сцене, да, и не умеешь этим пользоваться, то ты можешь сорвать голос и реально его потерять. То есть не сможешь говорить. И поэтому, то есть, ну, это как бы, ну, это болезнь. И медицинская комиссия, плюс у меня был украинский говор, и поэтому медицинская комиссия сказала, ну, перестаньте. Педагогам сказала, не валяйте дурака. А, в общем, не берите этого мальчика. И как-то мастера говорят, ну, мы ничего не можем сделать. Медицинская комиссия, это как приговор. Я помню, что я там плакал на фонтанке. Документы плыли в речке, значит. И жизнь моя в 16 лет, а я приехал, у меня день рождения в сентябре. Я в 16 лет поступал, получается, да. Мне казалось, что жизнь кончена. Вот. И потом так вышло, что мой будущий педагог по речи меня увидел, повел меня в институту горлоноса, где работал Ральф Исаакыч Райкин, родной брат Аркадьевича Исаакыча Райкина, главным ларингологом города. И он посмотрел меня, значит, такая неприятная процедура, тебе вытаскивают язык так. И вот так, лежа в кресле, надо мной, как бы моему педагогу, который был рядом, он, как мне кажется сейчас, возможно, я немножко это романтизирую, он сказал, ну вот педагогу сказал Юрию Андреевичу Васильеву, говорит, ну, мальчик же хочет, но дайте ему шанс. Если он не справится, то отчислите его в конце семестра, и он пойдет себе в армию. Вот. И вот с того дня 1989 года, июльского, не помню точно число, да, я каждый день что-то делаю. Делал и делаю для своего голоса. Вот. Я, в общем, избавился от говора, я научился физиологически владеть этими мышцами. Да, сепота не ушла, но я могу говорить, и до сих пор я на театре говорю на тысячнике без микрофона. Ничего себе! И несмотря на такие трудности в работе на сцене, ты все равно имеешь предпочтение к театру, чем к кино. Расскажи, с чем это связано? Почему душа лежит больше к театру? И в чем разница в работе на съемочной площадке и на сцене? Ну, кино, дело монтажное, раз. Оно очень много зависит от, конечно, просто разных, да, скажем так. От команды, конечно. От команды, да. Потом, видимо, может быть, мне в театре повезло. Хотя мне довелось поработать и чуть-чуть с молодым Алабановым, потом чуть позже с Рогожкиным, вот, Андрея Сергеевича Кончаловского я снялся. Но это вот такие крохи, и это была хорошая прививка хорошего такой киноистории. А в остальном как-то, может быть, мне не везло, потому что это тоже, тут надо влюбиться в это дело чуть больше. Это, конечно, определенная еще, ну, целая история технологичная, да, работы, опять же, с камерой. Ой, помнишь, Андрей, я никак не могу забыть эту сцену, где мы сидели с тобой за столом. Это коронная фраза. А ты что, уже думаешь о сексе? Очень хорошо помню, как именно вот такой момент, о котором ты говоришь. Вокруг нас находится около 12 человек, и ребята, восьмерку снимая, на Андрея крупным планом, и чтобы моя реакция после этой фразы нужно было подождать несколько секунд, что абсолютно нелогично, да, для партнерского взаимоотношения. Ты задаешь вопрос, я жду раз, два, три, камеры переворачиваются, делаю реакцию, мы снимали бубле шесть, наверное. Да, есть, конечно, свои технические моменты в этом смысле, различия колоссальные. Ну, потом у нас же, как ты знаешь, есть такие продюсерские предрассудки, что этот артист такой, этот такой. В этом смысле мы же, понимаешь, это Спилберг взял Тома Хэнса, который играл в ситкоме, и снял его там потом в Форест Гампе, условно говоря. Ну, то есть, от таких примеров, в общем-то... Скажи, вот сейчас самой собой вопрос возникает про сериал «Кто в доме хозяин», где ты сыграл главную роль, который дал тебе и популярность, и узнаваемость, и сыграл довольно большую роль в твоей жизни. Не это ли имеется в виду, говоря о том, что тебя определили в определенный типаж, и после этого довольно сложно перебить это? Каково тебе было, получается, роль после этого сериала, и вообще находиться в своей привычной жизни после того, как случилась вот такая история? Я недавно брала интервью Виталия Гагунского, тоже очень похожая история с сериалом, где он сыграл Кузю. Такая же популярность и такая же есть история, что типаж каким-то образом перекликается с тем героем. Как твоя судьба разворачивалась после этого сериала? Расскажи. Ну, смотри, тут есть хороший пример, потому что, опять же, Андрей Сергеевич Кончаловский, наоборот, ну, как бы у него не было предрассудков, он пригласил меня на пробы, мы поговорили, мы попробовались, и я у него снимался совершенно такой, как бы, нетипажный, ну, другой совсем роли. Поэтому это вопрос только терпения, внимательности и каких-то таких приверженностей, там, режиссеров или продюсеров. Конечно, когда я соглашался на роль, к слову говоря, я согласился на нее в том числе, потому что я сразу влюбился в Алексея Кирюченко, режиссера проекта. Значит, я прям почувствовал эту энергию, и просто я очень счастлив, что мне удалось поработать с этим прекрасным режиссером Алексеем Кирюченко, не буду все его регалии. Его фамилия не слуху, но он талантливший человек, и я считаю, что он один из тех учителей актерской профессии и режиссерской в моей жизни, которым просто я благодарен. Я благодарен очень так, потому я шел как бы на роль и на работу с режиссером, плюс, и нисколько не жалею об этом. А то, что дальше... Как долго длился проект? Прости, переведу. Мы снимали. С перерывами два как бы года. Такой успешный сериал. Почему он остановился, или, возможно, будет продолжение? Ну, нет, все время утекло. Он остановился, потому что тогда не договорились о покупке дополнительных прав и переписывании. Вот уже гораздо более поздний проект Воронины, который длился больше гораздо лет, они договорились с американцами о переписании и написании собственных серий. Ну, много плюсов, потому что, ну, наши авторы сейчас очень хорошо пишут. Так что так. Ну, короче говоря, я даду на твой вопрос. Конечно, я сталкивался много раз с этими предрассудками, что у вас Амблуа, вот такой вообще герой ситкома. Повторюсь, я считаю, что это только просто наша русская невнимательность. Да. Ну, конечно, актером на то и актером перевоплощается. И чем интереснее перевоплощение, тем больше куража и азарта у актера на самом деле, тем более у человека, у которого такой большой опыт и такие различные совершенно роли и работы. Да, расскажи про свой первый театр. Как ты туда попал, что ты выбрал, и какая роль тебе запомнилась из тех, что ты исполнял больше всего и почему? Слушай, ну, я попал туда уже с третьего курса. И это была такая очень быстрая тоже школа, когда нас вбросили в профессиональный театр, и быстро нужно было осваиваться. Это тоже любопытно, потому что театр юного зрителя в Петербурге он амфитеатром, зрители расположены. И эта манера, как говорили старики, ты давай на ту сторону тоже посылай звук, эмоцию, тоже очень любопытно, да? Вот, поэтому я там сыграл несколько прекрасных ролей. Там и «Князь Гвидон» я играл, я играл там, у нас был прекрасный спектакль «Вредные советы», я играл спектакль «Ронни дочь разбойника», бирка такая, такой «Ромео Джульетта» только у Астрид и Линген. Ну, пожалуй, вот «Ронни дочь разбойника» мне очень нравилась, там такая была романтическая история про разбойников, вот, я там летал на канатах, так что это было так очень эмоционально. Андрей, были какие-нибудь курьезные случаи на сцену, например, выходишь там, а-а-а, и вдруг забываешь роль там, забываешь текст, и как выходит, расскажи что-нибудь такое забавное. Слушай, я этот историк, ну, не знаю, уже рассказывал, но я ее очень люблю. Как раз это была одна из первых ввод в спектакль, артист заболевает, нужно срочно вести другого. Вот, и это спектакль «Ундина» был, тоже такой красивый, про рыцарей, и вот, значит, я играю, должен играть, слугу главного героя, а главный герой Николай Николаевич Иванов, народный артист, в общем, такой, ой, ну, мастит, и все. Мы порепетировали, все в порядке, вот, и вот спектакль, я пришел заранее, хожу за кулисами, у меня, значит, несколько реплик, вот я первую реплику, у меня первая реплика, значит, певчи уж собираются, я хожу уже, не знаю, за полтора часа за кулисами, я певчи уж собираюсь, уж собираюсь, певчи, вот, я уже все, у меня миллион вариантов безошибочного произнесения этой фразы, значит, и вот, там звучит какой-то колокольчик, значит, Николай Николаевич, рыцарь, сидит, значит, на дальнем краю сцены, я выхожу, он сидит, молчит, выхожу только я, камер 800 человек, значит, я так прямо, прям чувствую, как я на меня, как они все просто... я иду, иду, он максимально медленно, чтобы прочувствовать момент, чтобы, так сказать, запомниться зрителю, вот, когда Кашуда Николаевича, вот, он сидит, смотрит вдаль, рыцарь такой, я так, посудомойка, сэр, вообще, реплика из другой сцены, а это, надо понимать, что это сюжетообразующая реплика, потому что дальше может двигаться спектакль, то есть там, значит, надо там что-то сделать, и то, зато там поворачивается так, пошел вон, а значит, ухожу, сейчас сцены, но потом пришлось скатать, и я двигался дальше. Ну, реально, это кадры с фильма, это очень круто, посудомойка, чудесно, ну, действительно, потрясающе, скажи, а бывали ли у тебя когда-нибудь конфликтные ситуации, но уже не в театре, а на съемочной площадке, это вот вопрос для меня очень интересный, потому что, действительно, посудомойка, сэр, и все, так, сейчас, я очень хорошо визуализирую ситуацию, это правда, если там 800 человек, я вижу, как ты помпезно идешь по сцене, ну, невероятно. Ой, порадовал. Андрю, расскажи, пожалуйста, про съемочный процесс, бывали ли подобные каверзные случаи у тебя на съемке, и бывали ли какие-то конфликтные ситуации с режиссером, например, вот ты считаешь, что твой герой должен сказать вот так, например, или берешь на себя эту ответственность и во время съемки говоришь так, как ты считаешь, несмотря на то, что тебе говорит руководство, бывали такие случаи. Слушай, ну, я, конечно, люблю вот это влезать куда надо и куда не надо, вот, но я, пожалуй, приведу такой самый, может быть, нетипичный, а может быть, и типичный пример, и он связан не с кино, а с сериалом, не буду называть, ну, на самом деле был хороший сериал, но так случилось, что заболел режиссер, и пришел новый, молодой, амбициозный на смену, и он явно не читал сценария, то есть то, что было до этого ему по барабану, и, как это бывает, знаешь, на съемках, что снимается не по порядку, поэтому начинается сцена такая, это все, значит, и мы знакомимся, все, первая сцена, я говорю, ну, что, мол, будем играть, спрашиваю я у режиссера, он, что мне отвечает, ну, ты подходишь, значит, к аппарату с кофе, берешь кофе, я говорю, хорошо, хорошо, я в миссанцену понял, что играть-то будем, он, ну, берешь кофе, и все, и ничего, идешь, берешь кофе, понимаешь, да, может быть, сейчас обычным зрителям это не очень понятно, этот юмор, но, я говорю, понимаешь, зачем я беру кофе, я, да, ты из корабля на бал, понятно, там, тебе сегодня, ты пришел, но, ситуация такова, что, моего героя, вчера, там, бросила, жена, бросила, я бросила, любовница, ну, то есть, большой багаж этих проблем, вот, на что он говорит, слушай, перестань, мы же здесь не кино снимаем, и тут я взбунтовался, честно говоря, и говорю, ты меня сейчас прийти в группе, берешь сообщники, что мы, типа, снимаем говно, да, в общем, поэтому, ну, там, ну, надо сказать, ну, мне тут, тут же начали звонить продюсер, такое, так, это самое, хотя, надо отдать должность, в данном случае, ведь действительно, действительно, как, здесь очень-очень тонкий момент, и уважение, и взаимодействие, ведь мы же все-таки не коммерцию, мы же не спички там штампуем, и бумагу печатаем, да, это действительно очень тонкая работа с душой, с воображением человека, уж тем более, если актер задает вопрос, значит, ему важно, то, что он спрашивает, я думаю, что 90% на твоем месте поступили бы так же, уважающие себя актеры, которые хотели бы знать, что ожидается от их героя, именно внутренне, а не внешне, подойти, взять кофе, может, стан, для этого не нужен звездный Андрей Носков, как бы, поэтому с тобой тут полностью согласна, даже шокирована, в общем-то, это объясняет во многом и качество, частичные качества картин, выпускаемых в нашей стране, действительно, это один из самых больших вопросов, почему же такая разница между работами Европы, США и нашими, и я здесь, в Актерсток, часто задаю этот вопрос, и очень многие наши артисты рассказывают действительно и про спешку, и про вот то, что ты сейчас рассказал, скажи, как возможно это изменить, с чего начать, чтобы поменять отношение к этому, я со своей стороны, приехав из США, после 9 лет, открываю студию, Real Art Studio, ты ведешь онлайн-курсы, да, то есть, чтобы как-то заново, в общем-то, внести в эту профессию, обратно внести туда, откуда она, собственно, и разошлась по всему миру, благодаря нашему величайшему мэтру Стамиславскому, почему такая разница, почему такое отношение, и как это исправить, на твой взгляд, Андрей? Сложный вопрос, конечно, это вопрос традиции, как сказать, преемственности поколения какой-то, потому что, все-таки, ну, очень многие мэтры, педагогики в том числе ушли, молодые режиссеры, в основном сейчас в России, строятся на таком, на разрушении, да, и все-все проекты, которые, ну, выстреливают, в основном, возможно, это дань времени, чтобы лишь бы быстро разрушить, создать какую-то, назовем это этим словом популярным, такой, перформанс в стиле кино, да, какой-то агрессивный, рваный, вот, не знаю, я просто боюсь, что мы за это время сейчас очень много потеряли, и актерскую, и режиссерскую школу, вот, очень многие пытаются пародировать западных или европейских режиссеров, или манеру, а это, ну, как бы, ну, тот, кто идет за другими, тот, кто идет за другими, никогда не обгонит их, понимаешь, тут такая история, поэтому... То есть все равно все идет со школы, в общем-то, с самого начала? Безусловно, безусловно, ну, поэтому в своем сегменте, в театре или, или там, где я... Сейчас тоже я снял, могу там об этом рассказать, доделываем мы. Я пытаюсь сделать все честно, и то, как меня учили, скажем так. Расскажи, пожалуйста, про проект, над которым вы работали, который сейчас практически закончен. Слушай, это история, опять же, о театре, так получилось, что у меня подвернулась такая возможность, возможности ресурсов, скажем так, то есть мне наш театр музыкальной комедии в Петербурге позволил в театре снимать, значит, комитет по культуре поддержал, театр эстрады помог, и вообще много-много людей. И мы сняли такое кино, где главные герои это три народные артистки. Вот. И у меня здесь три метра нашей петербургской сцены. Татьяна Митрина Нкач, Ирина Леонидовна Соколова, которой в декабре будет 80 лет. надеюсь, она меня не обидится, что я выдал эту, она снималась у Сокурова, вообще, Термитрина снималась, где-то у Бека она снималась, ну, то есть, это такая плеяда. Ирина Мазуркевич, Сергей Барковский, это история о том театре, который я застал, в таком, опять же, о котором я говорю, да, где люди жили, любили, страдали, и это было для них была и жизнь, ну, они такие были любить, так любить, стрелять, так стрелять, конец цитаты, вот, поэтому такие яркие личности, да. То есть, это будет твой режиссерский дебют, правильно я понимаю, как кино? Да. И это будет о любимой профессии, о любимом месте, о театре, как же это замечательно, скажи, когда ожидать премьеру? В 21-м году, я надеюсь, что будет фестивальная, жизнь у проекта, и, а затем посмотрим, как пойдет. Здорово. А что касается театральной деятельности, вот у меня очень, очень важны для меня, как и для твоей коллеги, вопросы для всех тех, кто, в общем-то, в деятельности, да даже и те, кто не в деятельности, как для тебя прошла пандемия, как она изменила твою жизнь, и действительно это очень сильно повлияло на все вокруг, безусловно, но и, конечно, артисты театра очень сильно испытывают, да, неудобства с тем, что и места распределяются совершенно не так, да и вообще все по-другому. Вот сама пандемия, как прошла для тебя, и делали ли вы что-то после того, как открылись двери, и занимаешься ли ты сейчас какими-то театральными постановками, и вообще, вот расскажи про этот период, про недавний период. Слушай, на пандемии прошла для меня очень нервно. Главным образом, конечно, ну, наверное, это вдруг возникло, я как-то об этом не думал, мы привыкли жить немножко по-европейски, скажем так, в кредит. Главным образом, когда я понял, что мы экономически, финансово, актеры вообще не защищены. Понимаешь? Если я знаю, там один мой знакомый в Нью-Йорке, понимаешь, им выплатила гильдия, деньги, Нью-Йорк выплатил деньги, еще что-то, и он говорит, сейчас откроется, разрешат нам путешествовать, я пойду в путешествие. То, конечно, мы были абсолютно брошены, актеры, у нас в этом смысле нет вот этой системы защиты социальной, и это, конечно, главные были нервы. Плюс там еще у меня сын старший поступал в институт, он кончил школу, поэтому я, признаюсь честно, был очень слабым, нервным, истеричным, и даже то, что я сейчас об этом признаюсь, не делает меня никакого, как бы, ну, как бы, лучше мне от этого не становится. Вот. Ну, надо сказать, это говорит о том, что действительно помнит, да, и думает наперед, и все же в нашей стране, повторяюсь, как мы говорили уже сегодня, помимо любви к своей деятельности, выходит, что без своих собственных проектов в нашей профессии практически выжить невозможно, да, то, что ты занимаешься и преподавательской деятельностью. Действительно, можно просидеть целый год без ролей, да, и если такая ситуация с пандемией еще и без театра, это действительно очень тяжело, это, ну, это, в общем-то, безвыходная какая-то история, если ты не имеешь дополнительно, и ты полностью отдан профессии, справляешься с ней так хорошо, как делаешь это ты, то тебя можно понять на сто процентов. Конечно, здесь есть еще очень большая эмоциональная составляющая, потому что, ну, представь, статистически я выхожу где-то 10 в месяц на сцену, да, и вот представь, в 7 с половиной месяцев вот не было этого выплеска, этого выплеска, этого, да, это, ну, я знаю, что очень многие мои коллеги очень нервно, им было страшно, вот сейчас мы открыли сезон, просто мне некоторые признавались, мне страшно, говорит, выходить, а вдруг я не смогу, понимаешь, вдруг я забыла, забыла, как это, как это сейчас работает, эта техника, потому что, если, допустим, еще, там, у музыкантов, там, у балетных, ты, ну, есть какие-то технические вещи, то все-таки актерская профессия, она более эфемерная, и, несмотря, повторюсь, на ремесло, это такая, это, вот этот страх, что ты уже понимаешь, в серьезном, скажем так, возрасте, это тоже бы такой, в общем, эти страшные сны снились регулярно. Конечно, волнение, оно вообще присуще, тем более перед сценой, и даже когда-то в постоянном конвейере выходы оно есть, а когда есть пропасть, то, конечно, куча сомнений, это вполне логично. Репетируете ли вы ваши выходы, как работает коллектив, и ты мне не рассказал про ваш семейный момент, про Носков Групп. Расскажи, как делается эта компания, как она работает. Смотри, значит, да, я тогда сейчас с чего забыл, много вопросов. Во-первых, да, кончится пандемия, я скажу, что, но, во-первых, мы там немножко похулиганили и сняли такой небольшой мини-сериал, очень такой как раз на эту тему, но такую драмедию, когда два человека в замкнутом пространстве, он, она, мужчина и женщина с накопившимися проблемами, в общем, есть такая у нас, мы сейчас пытаемся это развивать, продавать платформы, в общем, думаем на эту тему. Очень какая тема. Очень любопытная, да, она вечно. Очень многие семьи расстались, распались, это же все говорят об этом во время пандемии, никто не выдержал незапланированного отпуска перед своим любимым. Да, вот такой мы затеяли, такую историю, посмотреть на мужчину и женщину, как они себя в этой ситуации будут вести, и как все эти скелеты и накопленные проблемы вылезают, как говорится, вступают в новые реалии. Поэтому будем надеяться, мы улыбнемся или поплачем. да, действительно, мне правда интересно и посмотреть, и участвовать в чем-то подобном. На самом деле, очень многие артисты сделали за период пандемии не один проект, а даже проект Actors Talk тоже появился во время пандемии. Все они действительно сделаны с душой. Скажи, а вот как на тебя внутренне ты уже рассказал, повлияло, что у тебя был и страх, да, и переосознание определенное, но в то же время ты нашел время для работы над этими проектами. Вот расскажи, если начнется вторая волна, на данный момент ты готов ко второй волне, теперь уже ты знаешь, что нужно делать, и как использовать это время? Нет, я точно не готов, мне страшно от этого, но вот тоже какую-то часть времени все-таки я потратил, я как человек, который любит все-таки живое общение в театре, в жизни, я не люблю какие-то переговоры, даже там, неважно, по Инстаграму или в Зуме или где-нибудь, я люблю встретиться, выпить кофе и обсудить вопросы. Я считаю, что это продуктивнее, но я понимаю, что мир так все больше на территорию интернет-общения, поэтому в том числе, например, я придумал свой такой курс прокачки эмоционального фильма, который называется «Пять принципов Станиславского для жизни и для бизнеса», где я разбираю наши актерские психологические игры, как их можно использовать в жизни, чтобы а, не сойти с ума дома или, неважно, презентовать свой проект какому-нибудь менеджеру или какому-нибудь, не знаю, произнесем это современное слово бродобрею, парикмахеру, более продуктивно, общаться с клиентами, помимо профессионализма, или просто кто-то нестеснительный, кто-то хочет наступать на зрителя, работать с камерой, или просто у него будут бизнес-проекты онлайн, поэтому есть много секретов, как ты знаешь, которые помогают в принципе. И вот я переработал имеющиеся на куплю данные и создал определенную такую методику, которую называют пять трипов, чтобы можно было людям как-то повеселее в жизни даже онлайн существовать. Так что тоже видишь нет худа добра, но я не считаю, что это лучше бы все-таки второй волны у нас. да, надеюсь, что обойдется. Андрей, расскажи, где можно найти эти курсы и как на них можно записаться? Слушай, я там в шапке профиля выставлю, у меня выставлено было, там менялась ссылка на школу, там это все очень демократично, очень просто, и на разной аудитории, каждый выберет для себя то, что ему нужно, поэтому у меня нет никаких сетях, кроме инстаграма, в инстаграме значит будет правильная ссылка, и где-то с середины октября мы запустим этот курс, он очень удобен тем, что им можно заниматься в удобное время, там так все спланировано по частям, отдельно, вместе, если кто-то захочет с педагогом, то есть с обратной связью, то есть такой большой комплекс, вот мы там три месяца прорабатывали и до сих пор прорабатываем, как это будет работать интересно. Здорово, я очень рада слышать, что ты занимаешься такой полезной для людей историей, в общем-то, мы коллеги в этом плане, потому что действительно актерское мастерство в наше время, оно необходимо для абсолютно всех тех, кто выступает, и для блогеров, и для тех, кто работает на камеру, эти курсы, они правда очень-очень полезны каждому человеку любые зажимы, и чем больше практики, чем больше таких школ у нас будет открываться, где люди смогут пробовать себя, и как мы говорили ранее, не волноваться спустя там несколько дней, пропустя несколько дней по каким-то причинам, чтобы не было волнения о выходе заново, постоянно нужно практиковать, друзья, поэтому обязательно посмотрите, что делает Андрей, и также, что делает и Софья с Хаем, и все за то, чтобы у людей было меньше зажимов, очень было удобно и комфортно работать. Андрей, у нас осталось совсем немного времени, рассказав про твои курсы, про пять ступеней Станиславского, можешь ли ты дать, я обычно прошу, три совета для начинающих актеров, но у тебя я бы хотела попросить, пять советов для всех людей касаемо работы перед камерой, которую ты бы мог дать для тех, кто нас сегодня слушал и будет слушать, друзья. Напоминаю, что этот эфир будет переведен на английский язык, выложен в Ютубе, что эту информацию вы сможете передать своим друзьям и обязательно воспользоваться нашими советами. Андрей, жги, пять советов. Хорошо, ну смотри, я тогда пойду от своей методы, от принципа, первый, это простым языком говорят исходное событие, а простым языком что случилось. Всегда, когда вы приносите что-то в дом, на работу, приносите каким-то посылом с исходным, то есть я принес вам благую весть, или пожар, это случилось, это сразу дает вам энергию конкретную и увлекает вашего партнера. Второй момент, разберитесь, кто я, это очень важный вопрос, независимо от того, какой вы умный, серьезный, или наоборот, не умный, или несерьезный, вы всегда можете сыграть какую-то роль, да, поэтому определись, я сейчас кто, я принес благую весть, я добрый, или я злой, или я равнодушный, вот. Следующий, третий пункт, это кто оценивать, это раз, второй, нужно быть с ним в диалоге, это очень важный момент, поэтому поймите, кто ваш партнер, я с ним разговариваю как с сестрой, как с девушкой, которую хочу пригласить на свидание, как с кем, это просто, Софья, на тебя смотрю, поэтому привожу пример, да. Что я делаю по этому поводу? Следующий вопрос, да, следующие два пункта, главный вопрос, сверхзадач, чего я хочу, это очень важный момент, как бы, эти задачи могут быть коротковременными, или длинными в пространстве, да, кому-то нужно просто купить машину, он счастлив, а кому-то нужно получить, поэтому это разные сверхзадачи, вот, и задачи всегда связаны с действием, потому что это пятый пункт, действия, что я делаю, потому что я могу, чтобы купить машину, не знаю, найти клад, да, а могу, это разные действия, которые совершаю, я хочу, у меня сверхзадача, не знаю, жениться на девушке, да, я равнодушна, я, а это еще больше, больше приманивает нас, да, поэтому, что, какое событие я приношу, кто я, сверхзадача, такое действие, вот так, действие не всегда можно подать впрямую с сверхзадачи, вот, поэтому, думайте об этом, неважно, какой вы профессии, и уверен, вам это поможет. Каждый пункт, друзья, займет у вас неделю, если вы правильно будете работать. Моя сверхзадача, кто я, один вопрос, кто я, как я родился, какое мое чувство юмора, это действительно все невероятно, без этих, без ответов на эти вопросы, собственно, не может быть сцены, не может быть какого-то действия. Замечательно, здорово, Андрей, у нас осталось много вопросов, и у нас сбивалась сегодня связь, от этого сбивались и мы, и я пыталась уложить много сразу вопросов, и мы не прошли через все, что мне хотелось бы от тебя узнать, поэтому я очень надеюсь, что у нас будет с тобой повторный эфир, в котором мы сможем прочитать вопросы от наших зрителей, и я буду иметь возможность доспросить то, что мы не успели сегодня. Тебе огромное спасибо. Субботний вечер. Нашел время побывать с нами в Actors Talk. Очень надеюсь, что через пару недель мы встретимся снова. Я тебя обнимаю. Придедаю тебе большой привет твоей семье, твоим друзьям, с которым ты находишься. Удачи во всех проектах и, пожалуйста, оповещай, когда будут премьеры и что ты делаешь, чтобы мы не пропустили. Окей? Спасибо. Спасибо. Очень клевый разговор. Прям вот. Обожаю разговоры. Так что приглашаю. Будем разговаривать и о профессии, и вокруг да у кого. С удовольствием. Обнимаю. Спасибо, Андрей, дорогой. Спасибо. Спасибо.